Над водами ангары Иркута раздаются традиционные колокольные звоны, которые обычно звучат в храмах участников крестного хода. Алексей Смирнов из Красноярска предельно сосредоточен. Работать в звоннице на воде ему пока не приходилось. Он уже участвовал в фестивале «Благовест» в 2015 году, однако тогда на крестный ход сплав ему попасть не удалось. В этот раз так получилось, что попал. Но я думаю, что будут сложности, потому что все-таки это так неустойчиво. До этого были звоны на передвижной звоннице на автомобиле, и там действительно это сложнее, чем когда она стоит стационарно на земле. Крестный ход сплав посвящен столетию прославления святителя Сафрония Иркутского. В 18 веке он построил ныне известные каменные храмы, открыл школу духовного образования. Уже на протяжении пяти лет каждый год колокольный звон раздается в его честь. Основная часть духовного возрастания, духовной жизни пришлось на Иркутскую землю. Здесь 18 лет он был правящим архиереем и всего себя отдал людям, сибирикам. Своей жизнью он заслужил почитание уже при жизни, ну и, конечно, после смерти, своими чудесами. Перед началом сплава обязательный молебен. Верующий просит у своего небесного покровителя, святителя Сафрония, благословление в делах. Каждую лодку обязательно крапляют святой водой. Не забывают и о безопасности. За процессом следят сотрудники инспекции по маломерным судам. Теперь можно отправляться в путь. Крестный ход возглавляет лодка звонарей. Колокола звонят, даже силы какие-то появляются, чтобы дальше на лодках передвигаться. Вот эта фишка, наверное, будет такая. С колоколами легче передвигаться. Благостно. Что и для народа тут, чтобы люди слышали, да, вот эти звон колоколов. И для души полезно. На этот раз в воду спустили около 20 лодок. В сплаве приняли участие более 50 верующих. Владимир Пеханов, Галина Соболева. Новости сейчас.